Анимашка-познавашка Вкусно! Давайте посмотрим, с чего все начинается! Для начала нужна большая прочная рама, к которой будут крепиться все остальные детали. Хм, остальные детали? Ага, вот они! Первые у нас колеса. Сначала передние, а затем и задние. Теперь давайте установим салон для водителей и пассажиров. О, смотрите, как здесь много всего! Тут и сиденья, и руль, и тормоза. Интересно, что же дальше будем устанавливать? Сейчас мы установим бензобак, который потом заполнится топливом. А топливо нужно машинкам, как еда. Благодаря нему машинки ездят. Хм, как хорошо ты разбираешься в машинках! Так, тут готово! Двигаемся дальше! Теперь мы посмотрим, как с этого металла делают кузов для машинок. Как интересно! Специальное оборудование само вырезает кузов по схеме. И как ловко оно справляется! Да, очень ловко! Видишь, как все слаженно работает на этом заводе. Ну вот, верхняя часть кузова готова! Теперь возьмемся за нижнюю. И она готова! Ребята, а чего еще не хватает в этом кузове? Ну как чего? Ясно ведь! Двери! Нам нужны двери! Сначала передняя. Затем задняя дверь. А вот что-то еще приехало. Это же стекла. Прикрепим их на свои места. А еще установим двигатель. А затем капот, чтобы хорошенько закрыть и защитить его. Ура! Двигатель установлен! А теперь очередь небольших, но очень важных деталей автомобиля. Хм, а я таких не знаю. Вот, например, что это за штуковина? Для устойчивости при большой скорости машинкам крепят вот такой спойлер на багажник. Это зачем? Чтобы она гоняла, но гонять нехорошо. Все верно. Ездить нужно осторожно и не нарушать правила. Для этого обязательно смотрим зеркала бокового зрения. Вот они. А вот еще одна деталь ждет своей очереди. Это бампер. Передний и задний. Затем установим фары. А теперь наш автомобильчик нужно покрасить. И это будет мой любимый цвет. Интересно, интересно. Какой же твой любимый? Может, желтый? А вот и нет. Не угадала. Хм, тогда может розовый? Любимый цвет девочек. Этот цвет очень красивый, но это не он. Ну, я даже не знаю, умняшка. Какой же тогда твой любимый цвет? Это салатовый. Очень яркий. Ну, прям как весна. Ух ты. У нас получилась очень красивая весенняя машинка. Ну, вот и все. Автомобиль может ехать. Он полностью собран и готов к приключениям. Интересно, а что скажет доктор-механика? Понравилась ей машинка или нет? Ну, конечно понравилась. Смотрите, как она радуется. А еще ей понравилось, как на заводе делают машинки. И мне очень понравилось. Пока-пока. Анимашка-познавашка Привет, ребята. Вы узнаете, кто это едет? Ну, конечно же узнаем. Это наша любимая доктор-механика. Все верно. Вот она подошла к дороге и ждет, когда можно будет ее перейти. А мы сейчас ей поможем. Доктор-механика, переходить дорогу можно на зеленый свет светофора. Вот он загорелся. Можно идти. Проходи скорее, доктор-механика. Видишь, какие послушные машинки. Они уступают тебе дорогу. В то время, когда пассажиры переходят дорогу, машинки ждут своего зеленого света. Ну вот, зеленый свет загорелся. Можете ехать, машинки. И они дружно начали движение. Ой, что это с этим красненьким автомобильчиком? Почему он не едет дальше? Наверное, что-то сломалось. Как хорошо, что доктор-механика недалеко. А что она сделает? Прямо здесь будет чинить эту машинку? Да нет, умняшка. Сейчас она вызовет эвакуатор и тот доставит эту машинку в мастерскую. Как хорошо, что у доктора-механика есть его номер. Ну вот, она объясняет, куда нужно подъехать. Эвакуатор приехал! Цепляйся, машинка! Поедем тебя чинить! А вот и автомастерская. Заезжаем. Смотрите, доктор-механика уже ждет. Ух ты! Она добралась быстрее эвакуатора? Наверное, очень спешила помочь машинке. Так, давайте посмотрим, что там под капотом. Открываем его! Все понятно. Что-то с аккумулятором. А как она так быстро все узнала? Может, это и не аккумулятор? Доктор-механика очень хорошо разбирается в машинках. Но сейчас она это перепроверит. Хм, интересно, каким образом? Присоединит к аккумулятору два провода и проверит, заряжен он или нет. Ну что там? Что он показывает? Да, он разряжен. Видишь, умняшка? Стрелочка прибора показывает на красный цвет. Теперь все ясно! С разряженным аккумулятором машинка ездить не может! Не волнуйся, машинка. Сейчас доктор-механика тебе поможет. И это совсем не больно! Просто нужно подключить к машинке зарядное устройство. Подключаем провода. Включаем аккумулятор. И немножко подождем. Уже готово! И скоро можно будет ехать! А давайте проверим. Отсоединяем провода. Закроем капот и посмотрим, сможет ли она завестись. Ура! Она завелась! Теперь можно ехать! Пока-пока, машинка! А тебе, доктор-механика, огромное спасибо! Анимашка-познавашка Смотрите, ребята, по дороге едет красивый синий автомобильчик. Но как же у него получается так быстро ехать и не гудеть? Точно! Шум мотора совсем не слышен. Ой, смотрите, на передней панели автомобиля замигала какая-то лампочка. И наш автомобильчик совсем остановился. Он не может дальше ехать. Что же делать? Кого звать на помощь? Кажется, повезло. Красный трактор заметил автомобиль и уже едет на помощь. Но как? Как он нам поможет? Трактора не чинят машинки. Конечно, не чинят. Зато этот трактор может отвезти ее к доктору-механике. Точно, точно, к доктору-механике! Цепляйся, автомобильчик! Поехали! А вот и мастерская. Добро пожаловать! Не переживай, машинка! Сейчас тебя подлечат! Первым делом доктор-механика решил осмотреть автомобильчик. Так, заглянем под капот. Ух ты! Здесь так чистенько и красиво! Но где же двигатель, умняшка? Думаю, нужно открыть багажник. Наверное, он там. Интересно, интересно. Ну что ж, заглянем вовнутрь. И здесь его нету. Куда он мог подеваться? И вообще, как эта машинка ездит? Вот так же подумала и доктор-механика. И решила разобрать автомобиль, чтобы посмотреть, что у него внутри. Цепляем машинку и поднимаем ее кузовом вверх. Хм, двигателя не видно. Но смотрите, какая интересная платформа у этой машинки. Сейчас рассмотрим ее поближе. Но сначала снимем колеса. Вот они, электродвигатели. Как? Их что, два? Верно, их два. Для каждого колеса свой. И работают они от электричества. А где? Где они берут электричество? Оно поступает из этой батареи. Ой, смотрите, кажется, несколько батареек вышло из строя. И что теперь делать? Нужно заменить неработающие элементы. Так, изымаем испорченные и заменяем их на новые. Готово! Ух ты! Такой мотор для машинок я вижу впервые! Машинка с таким мотором называется электромобиль. Ну все, с этим разобрались. Давайте собирать нашу машинку обратно. Устанавливаем батарею. Затем двигатели. На очереди у нас колеса. И кузов автомобиля. Ну вот, кажется, справились. Можно ехать. Погоди, умняшка. Для того, чтобы электромобиль поехал, нужно подзарядить батарею. Так давайте поскорее ее зарядим. Куда подключать зарядное устройство? Вот здесь в машинке есть специальный разъем. Подключаем в него зарядное устройство и ждем. Ух ты! Как быстро идет заряд! Ну вот, готово! Все, автомобильчик, ты исправен. Доктор-механика разобралась, в чем дело. Молодец, доктор-механика! Давайте закроем капот, багажник, и машинка сможет уехать далеко-далеко. Пока, машинка! И до скорых встреч, доктор-механика! Анимашка-познавашка Смотрите, ребята, на дороге маленький желтый автобус. Это школьный автобус, которому нужно забрать детишек со школы. Поехали, автобусик! Ой, что это? Дорога перекрыта? Похоже, она на ремонте. А как же детишки? Нужно поискать другой путь. Здесь автобус не проедет. Вон, смотрите, рядом есть другая дорога. Поедем туда. Но там же знак. Проезд запрещен. Точно! Стой, автобусик, туда нельзя! О, нет! Он врезался в камень! Что теперь делать? Не переживай, умняшка. Сейчас поедем в мастерскую к доктору-механике. Давайте, давайте побыстрее! Нужно еще и за детишками успеть! Ну вот, мы и в автосервисе. Наш автобус врезался в камень, доктор-механика! Ты сможешь ему помочь? Что ж, давайте поднимем наш автобус. И посмотрим на поломки. Капот, крыло, решетка. Они же все помяты! Нужно срочно их заменить! Давайте примерим этот. Ой, кажется, что-то не подходит. Возьмем другой. И он не подходит. А если третий? Этот в самый раз. Но какой-то он серый, некрасивый. Это очень легко исправить. В какой покрасим цвет, умняшка? В желтый, конечно! Это же школьный автобус! Он должен быть желтый! Готово! Опускаем платформу. Спасибо, доктор-механика! Мы поехали за детишками в школу! Вот он едет по дороге. Интересно, а он помнит про знак? Ну, конечно, помнит! Знак «Кирпич» обозначает «Въезд запрещен». А сейчас мы посмотрим на легковую машинку. Это кабриолет. А, вспомнила! Это машинка с откидным верхом! Она очень красивая! А еще у нее маленький дорожный просвет. Так что езжай осторожно, машинка! Ой, что это? Приборы показывают, что мы теряем топливо! Похоже, у нас авария. Острый камень задел дно машины и пробил бак. Ну вот, бензин весь выбежал! Дальше ехать не сможем! И как же быть? Смотри, это же доктор-механика! Сейчас она поможет! Цепляйся, цепляйся поскорее! Ну вот, можно буксировать! Держись, машинка! Едем в автосервис! Фух, мы на месте! Можно начинать ремонт! Но как добраться до бензопака? Сначала снимем кузов нашей машинки. А теперь и сам бензобак! А, вот она, пробоина, которую оставил камень! Ее нужно залатать! Для начала выровняем край молотком. А затем запаяем эту пробоину с помощью специального паяльника. Ух ты! Смотрите, пробоина закрыта! Теперь давайте соберем нашу машинку обратно! Но ехать она еще не сможет! Как думаешь, почему? Ну, потому что бензина совсем не осталось! Он же весь выбежал! Верно, умняшка! Сейчас наполним наш бак топливом. Ура! Можно ехать! Заводись, машинка! И поехали кататься! Спасибо тебе, доктор механика! Пока-пока! Анимашка-познавашка! Смотрите, ребята! На дороге катается маленький желтый автомобильчик. Ух ты! Какой он яркий и красивый! И как весело он катается вверх-вниз! Вверх-вниз! Сегодня он выехал на прогулку, чтобы прокатиться по новым дорогам. Прогулка – это всегда весело и интересно! Но на дорогах нужно быть очень осторожным! Все верно, умняшка! Когда едешь по дороге, всегда нужно смотреть вперед, а не по сторонам. Но здесь же так красиво! Прямо глаз мне отвести! Ой, что это? Кажется, пробито колесо! На дороге лежал гвоздь, и автомобильчик его не заметил. Не переживай, машинка! Смотри, кто спешит тебе на помощь! Это эвакуатор! Цепляйся, автомобильчик, и крепко-крепко держись! Сейчас этот эвакуатор отвезет тебя в мастерскую к доктору механики! Ну все, приехали! Можно спускаться! Спускайся аккуратно и заезжай на платформу для обследования! Сейчас мы все вместе попробуем тебе помочь! Итак, посмотрим, что же у нас здесь! Все понятно! Колесо надо чинить! Снимаем его и посмотрим, в каком прокол! Чтобы его найти, нужно покрутить колесо! Вращаем! Вот оно, смотрите! Видите гвоздь, на который наехала машинка? Давайте его вытащим вот такими кусачками! Ура! Гвоздь вытащен! Ну смотрите, в шине осталась дырка! А мы сейчас ее заклеим специальным клеем для шин! Ну вот, теперь колесо готово! Еще раз проверяем! Все в порядке! можно ставить на место! Но чтобы машинка смогла уехать, нужно еще подкачать это колесо насосом! Готово! Опускай! Ну все, автомобильчик, ты починен и можешь выезжать на дорогу! Но теперь катайся осторожнее! А мы с тобой, умняшка, вернемся на дорогу, где мчится красный спортивный автомобильчик! Будь осторожнее, машинка! Если так быстро ездить, можно и в аварию попасть! Смотрите, как быстро крутятся ее колеса! И кажется, она превышает допустимую скорость! Ай-яй-яй, машинка! Ты же сломала колесо! Ну, конечно, сломала! Разве можно так быстро ездить? Ну что ж, поехали в автомастерскую к доктору механики! Не тревожься, машинка! Доктор-механика хороший мастер! Она все сейчас починит! Так, похоже, колесо придется заменить! Снимаем! И сейчас вместе выберем новое! Сначала подберем колесный диск! Этот не подходит! И этот не такой! А вот этот в самый раз! А теперь выберем нужную покрышку! Вот это в самый раз! Ну все, автомобильчик, ремонт окончен! Можешь выезжать с автомастерской! Осторожно на дорогах! Смотри на знаки! И не превышай допустимую скорость! Смотрите! Вот он наш красный автомобильчик! Будем надеяться, что на этот раз он скорость не превысил! А мы сейчас проверим! Так, колеса крутятся не быстро! И на спидометре нормальная скорость! Похоже, эта машинка хорошо запомнила правила дорожного движения! Молодец, автомобильчик! Ты справился! до скорых встреч, ребята! Пока-пока! Если тебе понравились мои мультики, подписывайся на канал! Скачать это приложение можно с Google Play или App Store. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok